Моя королева Я приняла свою участь Я не подведу вас Эрис Морн Этот персонаж будет главным протагонистом в повествовании дополнения Обитель Теней. Луна и Эрис связаны воедино, поэтому неудивительно, что Морн совершит своё долгожданное возвращение вместе с Луной. Во второй части Эрис упоминалась несколько раз, где она была после начала Красной Войны и чем занималась, было неизвестно вплоть до анонса нового дополнения. В первой же части Эрис является центральным персонажем в первом дополнении The Dark Below и аддоне The Taken King. Эрис можно назвать одной из главных причин, почему последний город до сих пор является одним из последних бастионов человечества. Эрис Морн не всегда была загадочным персонажем в одеяниях Улья и Третьим Глазом. Когда-то она была одним из стражей охотников, защитником последнего города. Её жизнь до первого воскрешения неизвестна, однако одна история рассказывает интересные детали. В своей первой жизни я родилась под именем Эрисия Пятого Сянь. Эта жизнь памятна мне очень чётко. Так часто бывает с бывшими стражами, которые избежали слияния со странником. Я жила в Санкт-Петербурге. Первая дочь от второго брака, очень нетерпеливый ребёнок. Житель земли начала 22 века. Родители часто оставляли меня одну. По работе им приходилось выезжать в Джакарту, Лагоса, на Камчатку. И я целыми днями купалась в ледяных водах Невской Бубы. Я обожала плавать. И особенно любила холодную мелкую Неву. Прозрачную, словно зимнее утро. Над рекой летали огромные баржи на воздушной подушке. Зубр-9. Россия модернизировала свой флот гораздо успешнее, чем свою жалкую автомобильную индустрию. В детстве... Это странно, что я говорю об обыденных вещах. В детстве я никогда далеко не уплывала от Фёдора, принадлежавшего родителям дрона-помощника. Стремительные корабли пугали меня. Мне казалось, что их развивающиеся воздушные подушки затянут меня и разорвут на мелкие части. Но я выросла и связалась с отчаянными ребятами, которые отвергали страх смерти, свойственной людям нашего золотого века. Вскоре детский спас жилет и внимательный надзор со стороны Фёдора стал меня раздражать. Когда мне исполнилось 17, я наспор надела водолазный костюм и нырнула под приближающуюся баржу на воздушной подушке. Возможно, опасность мне не угрожала. Возможно, машина изменила бы курс, если бы сочла, что может причинить мне вред. Но я думала, что могу умереть. И я всё равно это сделала. И когда это чудовище пронеслось надо мной, когда я задрожала от грохота пропеллеров, я почувствовала то, что позднее назову словом «свет». Возможно, это было мужество. Возможно, это было балансирование на грани смерти. Тогда я впервые в жизни пережила присутствие невероятной, богоподобной силы. Я умерла более чем 20 лет спустя, пытаясь в одиночку доплыть зимой от Санкт-Петербурга до Стонгольма. Меня застиг холодный фронт. Неумолимый, как адское пламя. История была бы захватывающей и интересной, если бы Эрис лично не опровергла то, что рассказывалось в «Правде власти». В этих сообщениях отправитель кратко заявляет о том, что он некто иная, как Эри-223. И сообщает удивительные подробности своей жизни в облике человека-женщины, которая выросла в поселении Старой России. Известном как Санкт-Петербург. Эти сообщения совсем не понравились тем, кто на самом деле знаком с Эри-223. И не только потому, что никто из ее ближайших союзников не знал или не думал, что ей известно ее происхождение, но также потому, что она до сих пор действует и лично опровергла факт отправки этих сообщений. Так какой же была Эрис, когда она была стражем? О ее карьере стража известно не очень много, однако в свое время она участвовала в Великой Охоте на Ахамкар. Ахамкара упорно цеплялась за жизнь. Целый день Вейнин безуспешно сражалась с тварью, раз за разом вколачивая ее в землю голыми руками. Эрис видела, как сходили с ума титаны, тщетно пытаясь добить грубой силой живучих драконов желаний. Эрис ни капли не сомневалась, что Вейнин уже давно спятила. Пора признаться, я хотела, чтобы этот бой длился вечно. Эрис пыркнула. Да прекрати ты уже, ненормальная. У нас на очереди еще шесть штук. Нет-нет, нам это нужно, поверь. Ответила ей Вейнин. Час спустя из листвы венерианского леса появилось шесть силуэтов Ахамкары. Их сородич, которого Вейнин продолжала втаптывать в землю, пульсировал светом и набирал силу. Питался. Другие тоже пришли кормиться на этот ужин. Эрис достала из воздуха свой электроклинок и перенеслась. Когда Охотница и Титан закончили свою охоту, Эрис показалось, что она услышала шепот Вейнин. Во время Великой Охоты на Ахамкар Эрис втайне сохранила косточку. Тот самый зеленый камень, который Эрис постоянно носит с собой. Позднее этот зеленый светоч спасет Морн жизнь и изменит ее навсегда. История переносит нас на потерянную для последнего города Луну, где стражи недавно потерпели сокрушительное поражение против Улья в битве за контроль поверхности. Это событие назвали Великой Катастрофой. The Great Disaster. Авангард, который решил совершить полномасштабное вторжение на Луну, где был найден Улей, слишком недооценил своего врага. Лорд Шакс оказался, насколько известно, единственным, кто советовал повременить со штурмом и изучить своего врага. Но никто не хотел слушать. Тысячи стражей отправились на Луну. Вернулись? Немногие. Крота, сын Орикса, с помощью своей армии рыцарей и колдунов восславил логику меча и с помощью своего же оружия уничтожил всех, кто попался ему на пути. Во время этой битвы лично Кротой была убита Вейнин, с которой Эрис охотилась на Ахамкар. Некоторые смогли пережить эту катастрофу. Одной из выживших оказалась Эриана-3, экзо-варлок из Ордена Праксиса. Эрис Морн встретилась с Эрианой-3 и этими стражами было принято решение создать боевую группу, чтобы напасть на Кроту и отомстить за то, что он совершил во время Великой Катастрофы. Эрис и Эриана-3 понимали, что без необходимых знаний они не смогут добраться до Кроты, поэтому было решено позвать на помощь Варлока-Изгнанника. В нашем мире Крота неуязвим. Вместе, Эрис Морн и я, мы пытались решить эту проблему, но так и не нашли надежду. Потом мы искали запретные знания и изгнанного мастера магии Улья. Мы нашли Толанда. Толанд поведал нам, что присутствие Кроты в нашем мире это всего лишь тень, что его настоящая сила находится в преисподней, выкованной его волей. Нам нужно проникнуть в замочную скважину между реальностями, проплыть бурлящую ночь мира в подсознании Кроты и свергнуть высших воинов, что роятся подле его трона. Толанд говорит, и он едва ли выглядит безумным временами, об ужасных вещах, которые ждут нас. Тайная песнь, которую он жаждет изучить, и загадка этой песни, сжигающая в пепел звездная оболочка, нависающая сверху, полная противоположность жизни. Он рассказывает об этом со странным любопытством, которое я не хочу понимать. Завтра я попрошу Ага, Моту и Тарлоу присоединиться к нам. Если мы пойдем, я оставлю эту запись для будущих стражей. Помните нас! Эриана 3, Эрис Морн, Толанд, Титан Уэл Тарлоу, Охотники Амар Ага и Сай Мота боевая группа была сформирована и была практически готова к наступлению. Эрис Морн при этом не теряла времени и интересовалась ульем у Толанда. Когда силой сталкивается воля Бога, его мощь высвободится в форме беснующихся чудовищ, что мы зовем Ограми. Монстров, порожденных болью, измученных светом, не испытывающих ничего, кроме ненависти, ко всем тем, кто приносил страдания. И откуда тебе это известно? Мне было сказано. Кем? Галашатаем? Самой тьмой. Боевая группа Эрианы прибыла на Луну и команда двинулась в сторону храма Кроты. По пути участники боевой группы расспрашивали Толанда о врагах, с которыми им предстоит столкнуться. Речь зашла о мечах Кроты, рыцарях, которые убили многих стражей во время великого бедствия. Эрис беспокоилась, что света будет недостаточно, чтобы уничтожить их. Эриана предложила использовать их же мечи, чтобы убить рыцарей. Эрис была беспокоена этим и надеялась, что до этого дело не дойдет. Так этот Сардон, один из принцев Роя? В концепции в целом? Да. Он их лорд и хозяин. Они его генералы. Такие драки мне нравятся. А какие нет? Эрис и Эриана сказали, что мечи вышли первыми, убивая наших братьев и сестер. Если до их лидера сейчас можно добраться, то я положу ему конец. Я положу конец всем. Мы здесь, из-за Кроты. Я боюсь, каждый отпрыск есть Крота. Тогда это нужно сделать. У меня есть вера в ваш свет, так же, как и в мой. Дело не в вере. Дело в мести. Дело в единственной важной вещи. Победе. Дело в том, чтобы сделать все возможное и положить конец этому ужасу. Мы встретим их всех. Вместе. Нет времени на индивидуальные сражения. Я не сомневаюсь, что Кулак примет твой вызов, Титан. Когда мы встретим его, ты возглавишь атаку. Идемте. Храм Кроты впереди. Если прорвемся туда, нас ждет еще не одна битва. Когда боевая группа проникла в Храм Кроты, то был услышан чей-то виск. Толант сказал, что этот виск принадлежал Омнигул, воле Кроты. Убийство Омнигул помогло бы навсегда избавиться от присутствия Кроты в реальном мире. Эрис предложила идти за этим визгом вглубь тоннелей Луны. Именно здесь был убит первый участник боевой группы Вэл, которого растерзали рабы. Эрис, Амар и Толант оказались отделены от Эрианы и Саи. Команда Эрис продолжала спускаться и позже Эрис почувствовала, что за ними постоянно кто-то следит. Что-то наблюдает за нами. Я чувствую. Ненавижу, когда ты так говоришь. Кроты много глаз, как и у любого бога. Нам надо идти. Если они знают каждый наш шаг, какие у нас шансы? С их небывалым возрастом приходит еще более небывалая мудрость. Я не сомневаюсь, что Улей привел нас сюда намеренно. Ты это о чем? Ты чувствуешь, что твой свет слабеет. Они преподносят его к Роте. Наше путешествие сюда. Это мы его пробуждаем. Да он спятил. Возможно. Почему ты держишь эти секреты словно оружие? Чтобы обречь нас всех? Это и есть оружие. Мы используем его, чтобы показать Улью, что не только они могут сеять страх. Как? Вы охотники. Охотьтесь. Дойдите глаза, что следят за нами. А затем? Мы ослепим Кроту и используем то, что осталось от вашего умирающего света, чтобы попасть туда, где эти монстры совершают ритуалы во имя своего хозяина. План провалился. Эрис отделилась от Амара и Толанда. Спускаясь дальше по тоннелям, Эрис увидела, как Амар был схвачен колдуном Улья, который звался Сердцем Кроты. Эрис увидела, как колдун забрал свет у охотника и скормил его только родившимся рабам. Вся боевая группа была убита. Толанд при этом смог сохранить свой дух в высшем измерении, но это уже совсем другая история. Эрис продолжила скитаться по тоннелям, ее призрак лишился света. Надежды больше нет. Они погибли. Вейнин, Эриана 3, Толанд, Сай Мота, Омар, Вэл Тарлоу. Жизнь стражей полна потерь. Все вокруг нас рано или поздно обращается в прах. Когда мы собираемся вместе, то непременно воюем с врагами человечества или друг с другом. Нас утешает лишь мысль о том, что мы обязательно увидим наших товарищей завтра. И не важно, хорошо это или плохо. Мой боевой отряд лишили этого утешения. Я бесцельно блуждаю по этим лунным тоннелям. У меня нет патронов. Свет на исходе. У меня нет вариантов, кроме последнего. В одной руке я сжимаю кость Ахамкары. В другой моего мертвого призрака я слышу шепот. В глазах темнеет, лицо чешется отвязкой жидкости, сочащейся из моих глаз. Я ослепла, но неожиданно понимаю, что отчетливо вижу выход. Ахамкары спасла Эрис. Она загадала желание и осталась в живых, но изменилась. Она потеряла свои глаза, но смогла заменить их глазами Улья, добавив третий. Во время своих странствий Эрис узнала очень многое об Улья, их иерархии и магии. Помимо этого, у нее остался журнал Толланда, где были полезные записи. Она вернулась в последний город. Глашатай и командир завала считают ее порывы болезнью. Убежденная, что ее полностью совратили тени. Ее предупреждение о Кроте и его мощи считают безумием. Эрис возвращается в тени снова и снова, работая в качестве одного из скрытых икоры Рэй, тайной группы стражей, которым поручено незаметное проникновение на базы врагов для получения жизненно важной информации для варлоков. Эрис впервые появляется в игре в дополнение The Dark Below. Из этого момента повествование об Эрис будет идти с сюжетных миссий. По возвращении в город Эрис стала работать на Икору в качестве скрытого. Она сообщила Авангарду, что активность Улья резко увеличилась, особенно на Луне. Однако их боевые действия начались на Земле. Эрис беспокоилась, что Улей хотел совершить нападение на военный разум Распутин в космодроме. Икора пообещала Эрис, что башня поможет бывшему стражу в битве и найдет тех, кто сможет помочь. Бывшему стражу, да. Эрис продолжила помогать последнему городу и бороться против тьмы, однако она потеряла свой свет и поэтому называть ее стражем не совсем просто. Темным стражем возможно, но это понятие применимо к персонажам вроде Дреджин Йор. Вернемся к повествованию. Безымянный страж становится помощником Морн. Эрис связалась со стражем и провела с ним первую беседу. Она назвала глашатая глупцом, который не видел полноты картины. Дело в том, что принцы Кроты считались убитыми давным-давно, однако Морн дала знать, что это не так. Страж отправился на луну и с помощью меча смог убить принцев. Позже страж убьет Сардона, кулака Кроты, который был лидером Улья на космодроме. Вернувшись в башню, страж получил новое задание. Эрис поручила главному герою отправиться в бункер Распутина и остановить Улей Омнигул, который должен был уничтожить или заразить военный разум. Успех этого задания помог бы Улью начать вторжение на землю, не беспокоившись о потенциальном вмешательстве Распутина. Когда страж прибыл на место, то, к удивлению Эрис, Распутин позволил стражу войти без какого-либо сопротивления. Как оказалось, Омнигул уже была внутри. Враг был остановлен, однако Улей не терял время зря. Колдуны Уля хотели совершить ритуал с Кристаллом, где была заключена душа Кроты. Страж остановил ритуал и предотвратил появление Кроты в реальном мире. Эрис была крайне благодарна, ведь она получила отмщение за смерть своей боевой группы. Оставалось только одно избавиться от Омнигул. Боевая группа из трех стражей убила Омнигул и навсегда закрыла для Кроты проход в реальный мир. На этом стражи не остановились и чуть позже Крота был окончательно убит в своем тронном мире во время рейда Кротос Энд. Для Эрис убийство Кроты было не окончанием а лишь началом новой истории. Морн знала о существовании отца Кроты Орикса. Она понимала, что Орикс узнав о смерти своего сына совершит нападение на солнечную систему. Эрис обратилась за помощью к Марисов и Осирису еще одному изгнанному из последнего города Варлоку. У тебя нет его? Охотница остановилась перед троном, приподняла свое лицо, встретившись взглядом с принцем. Нет. Согласилась она. Моя следующая смерть будет последней. Мне знакомо это чувство. Сухо сказал принц королева не проявила никаких эмоций. Она сидела откинувшись в своем троне, ноги были скрещены и наблюдала за двумя фигурами у подножья. Рядом с ней, где обычно находилась стража волков, были техноведьмы Шура и Сидия, шум механизмов которых звучал словно песня. Справа и чуть спереди от нее находился принц, наполовину повернутый к ней. Ваше Величество сказал мужчина у подножья. Его голос был мягким но мужественным. Когда он начал говорить, охотница стала поворачивать голову в его сторону, а затем вздрогнула словно яркий свет ослепил ее. Ваше Величество сказал он. Королева слегка наклонила голову. Прежде чем мы начнем, заговорила охотница, я хочу сказать следующее. Она остановилась. Ее голова смотрела в сторону трона. Королева махнула рукой в знак согласия. Бледные губы охотницы слегка сжались, но затем вернулись в обычное положение, придавая ее лицу каменный вид. Ваше Величество сказала она. Шура и Сидия начали копошиться и шептаться. Королева приподняла палец, чтобы заставить их замолчать. Принц Ульдрен прищурил глаза, но промолчал. Я здесь не из-за вас. У меня нет желания играть в политику. У меня нет обид на город. Уже нет. У меня нет великих надежд на завершение войны, ведь подавно я уже знаю, что не увижу этого дня. Я здесь для одного единственного сражения и только за этим. Мы все должны принять в нем участие, вместе или порознь. Я предупрежу защитников, всех сразу или поодиночке. Я сделаю все, что потребуется. ее низкий голос задрожал от прилива эмоций. Чтобы покончить с Ориксом. Эрис и Мара сформировали великий план, который должен покончить с Ориксом. О нем знали только они. Мара должна была проникнуть в высшее измерение Орикса с надеждой на то, что стражи последнего города смогут уничтожить врага как в реальном мире, так и в высшем измерении. План начал воплощаться в реальность с началом Войны Одержимых. Пробудившиеся послужили щитом, который смог остановить дредноут Орикса на кольцах Сатурна. Это была по сути первая победа Орикса. Флот Мары Сатурна был полностью уничтожен. Однако Орикс понес серьезные потери, главной из которых стала невозможность передвижения дредноута. Как только началась война Одержимых, Эрис начала помогать Стражу с поиском и убийством Орикса. На первом собрании Авангарда она рассказала всем, что из себя представляют Одержимые. По ходу войны Эрис дала знать Стражу, что для того чтобы попасть в измерение Орикса нужно стать возвышенным. Для этого Страж отправился в тронный мир Кроты, где он должен был поглотить душу Кроты. Страж справился со своей задачей, но был обнаружен. Эрис не могла допустить, чтобы еще один Страж погиб по ее вине. Она нехотя использовала силу Тьмы и вытащила Стража из Западни. Попав в измерение Орикса, Страж смог убить Короля Одержимых. Эрис позже прибыла на место событий и извлекла из меча Орикса особый кристалл, который стал основным компонентом экзотических мечей Стража. Вскоре боевая группа Стражей смогла убить Орикса в его тронном мире, навсегда покончив с угрозой. План Мары и Эрис был воплощен в реальность. Эрис осталась в последнем городе. Она никак не могла простить Кейда 6 за то, что он уничтожил корабль Эрис, который послужил Стражу для того, чтобы попасть на дредноут Орикса. Морн помогла Эви Леванте в организации праздников, вроде фестиваля усопших или рассвета. А после окончания рассвета Эрис посетила раненого Ашера мира в больнице и сказала ему, что она покидает последний город, чтобы продолжить свою борьбу с Ульем. До того, как уйти, она предупредила Ашера, что скоро грядет буря. Этой бурей оказался Красный Легион. Авангард пытался связаться с Эрис, но ответа не последовало. В дополнение Обитель Теней, Эрис впервые за долгое время объявится публично. Редактор субтитров Корректор Кулакова